Привет, друзья! С вами психолог Полина Боттичелли. В этом видео хочу рассказать, в каком случае нужно обращаться к психологу, а в каком можно поговорить с друзьями, и всё пройдёт. В целом, если коротко, то к психологу обращаются в том случае, когда поговорить с друзьями не помогло. И какие это могут быть случаи? Это может быть случай, например, когда у человека серьёзный кризис, когда он запутался, когда ему нужна такая очень существенная эмоциональная поддержка, потому что зачастую наши близкие, несмотря на всё желание нам помочь и всю любовь, не умеют оказывать поддержку в случае какого-то сильного, например, горевания, если погиб родственник. Например, я знаю такие истории, что два брата, у одного из них скончался, в несчастном случае погиб сын, и эти братья перестали общаться. Почему? Потому что тому, у кого погиб сын, нужна была серьёзная эмоциональная поддержка, на которую второй был не способен. Почему он был не способен? Да потому что вообще из обычных людей очень мало кто способен выдерживать такие сильные чувства, не разрушаясь, не пытаясь куда-то убежать. Нужен очень мощный контейнер, так называемый. И специалист здесь будет контейнировать эти чувства дозированно, в рамках специального сеттинга по часу, по полтора, неделю или два раза в неделю. В то время как друзья, вы сели с бутылкой вина, и им нужно это выслушивать несколько часов, они же не могут сказать, ну всё, сессия закончена. Плюс, вот когда человек запутался, у друзей обычно какая история? Дать совет. Совет зачастую это не то, что нужно. Чтобы человеку распутаться, ему нужно помочь распутаться, а не дать готовое решение. Он должен сам к этому решению прийти. Он должен понять, почему он не может сейчас к этому решению прийти. Он должен понять, может быть, какие-то свои внутренние конфликты, свои бессознательные мотивы, свои истинные чувства, свои истинные желания. Это всё редко кто может из не специалистов помочь человеку проделать такую внутреннюю работу. Хотя, конечно, очень часто друзья и близкие могут нас выслушать, утешить. И обязательно у человека должен быть круг поддержки, круг таких друзей. И даже если вы ходите к психологу, это не значит, что теперь друзья вам не нужны. Конечно же, нужны. Потому что чем больше у человека круг поддержки, чем из большего количества людей он состоит, тем ему комфортнее и безопаснее. И всегда надо держаться вместе и иметь много друзей. Но когда нужна помощь, например, в случае депрессии, каких-то тревожных расстройств, нарушений пищевого поведения и так далее, друзья здесь не помогут. Вот могу личный пример привести из своей жизни. У меня было компульсивное передание. С кем я из друзей не говорила. Никто мне не мог даже помочь осознать, что у меня, во-первых, депрессия, во-вторых, компульсивное передание. Все говорили, ой, да ладно, что ты переживаешь, я тоже парюсь все время из-за еды. Ой, да ты не такая уж толстая. Ой, да ладно, образуется, улыбнись, займись любимым делом. То есть, что люди не делали, как они не пытались, мне это не помогало, мне это делало только хуже, если честно. В некоторых ситуациях человек без помощи специалиста не вывозит и становится только хуже психологическое состояние. И нужно уметь отличать, когда нужно пойти к другу поговорить, а когда нужно пойти к специалисту. Ну, к специалисту. Но в целом такая короткая рекомендация, здравый смысл, сходите сначала к другу, если не помогло, идите к специалисту. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была психолог Полина Ватичелли.